Уважаемые братья, Индам бабр Уарьет меня блахи Поистине могилы Это самое лучшее напоминание, которое мы можем сделать себе, когда идем хранить наших близких братьев. Когда мы им смотрим на могилу, самое лучшее. Причем мы можем задуматься и подготовиться к смерти, подготовиться к встрече с Аллахом Сан-Айл-Акараном. Верующий, разумный, он всегда должен готовиться к вечерсти. Могила – это та комната, тот дом, где человек будет один, не будет с ним рядом никого. Темнота могилы. То есть это все предстоит перед каждым из нас, перед каждым, кто сейчас является здесь мечетем, и перед нашими детьми предстоит эта могила. Верующий хранить Романий. Актер apt, ясномысле. Верующий хранить суслая бассетина. Он сказал ему, «Тазкору الجлета والнар, فلا تبكي, وتذкору القبر, فتبكي». Когда ты вспоминаешь раи, и арт, ты не плачешь. Ну когда ты приходишь в могиле, вспоминаешь могилу, ты плачешь. Факал, «Инни сомиعتу Расулу Аллаху, صلى الله عليه وسلم». Я слышал, как посланник Аллаха, сказал, первый уровень, первый дом, первая степень вечности – это могилы. То, кто спасется от наказания могилы, спасется дальше, дальше будет легче. То, кто не спасется от наказания могилы, все, что дальше, это будет тяжелее. И так же он сказал, «И слышал я, как сказал посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم». «Нао айту нанторан табб, илля вау-кабр, аф-да-а-мини». Права в деле людей, его иначе, и сказал, «И я слышал так же, как посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم». Он сказал, «Нету более страшней, на Аллах, то есть нету более страшней, на что можно посмотреть, чем могилы». Однако верующий, Аллах отдалит ему страх могиле. В тот момент, когда он так будет нуждаться в спокойствии, Аллах, субхарима ваталья, поможет ему, когда он будет один и не будет рядом с ним никого в могиле. «Изхбуллах хауфа, ва ерзаку альдат мигнану, ва ла аману». Аллах заберет его страх, достану спокойность, достану насторденье в могиле. «Казал Расулу, салаллаху алейкум, инна алмайд, яскеру билэль кабру, фаечис уррачу на садихи, фи каблии хайра, фази ани, ва ла мишрух». Раваху, ибнам Аджу, ибнам Аджу, аху Саих. «Казал Расулу, салаллаху алейкум, когда Адам Шик, халай, ухот вихих садих, которые погибли, ушли из этих лет, и они стали, что, видимо, на обиде припруге, на что Расулу, мухаммасаллах сказал, «Поистине, человек, когда умирает, и кладут его в могилу, кладут его в могилу, рядом с ним садиться в виде ангела правильный человек, и, альхаммад, у этого человека, которого положили в могилу верующим, у него не будет никакого страха, как будет билить». — Жил без сочетания того что человек говорил, что он был в углу. Он был в углу. Он был в углу. У него был в углу, но он был в углу. — Survive с д athlete. Он сказал, что какая-то мыла в углу. Но если бы ему показать класс, то он сказал, что он был в углу. Аиша рассказала, что Рух Мухаммад сказал, что у каждой могиле предстоит жатие, и верующие, и сожмутые неверующие. Если кто-то мог бы спастись от этого жатия, могиле спасся бы от него Саад ибн Мухаммад, сказал Рух Мухаммад. Но однако это верующие, что это сжатие его милы, оно в виде милости, не будет в нем никакого наказания. Однако он может почувствовать какую-то боль, верующий, но эта боль быстро пройдет, однако это сжатие подобно милости для него будет в его могиле. Однако не верующие, когда будут сжимать в могиле, это будет для его наказание и унижение. И про Мухаммад сказал, что он хранил своих братьев, и после этого, когда его похоронили, обходил и говорил сахабам, Просите за своего брата прощения. Просите за своего брата прощения. И просите, чтобы Аллах укрепил его на тех вопросах, которые будут задавать ему аргелы в могиле. Сейчас, сейчас его спрашивают в могиле. Поэтому, когда мы кого-то хороним, не сразу должны уходить. После того, как похоронили, остаться чуть-чуть, попросите за него прощения Аллаху. Просите, чтобы Аллах укрепил его на первых словах. Как говорят ученые, выбирайся на себе братьев таких, кого бы ты хотел видеть на первом ряду своей погребальной молитве джаназан. Вот кого бы ты хотел увидеть на своем джаназан в первом сапе, пусть у тебя будут только такие братья. Эти братья, уважаемые братья, которые не только в этой жизни нам будут братьями, но и после нашей смерти никогда не забудут. Бывает, когда человек, сегодня, когда мы учились, один брат, он был благополучным, богобоязненным. И попал в аварию, но перед тем, как он был на прямом пути, он сбился с пути. И поменял друзей. Когда человек сбивается с пути, меняет друзей, меняет у него уже другие, отдает мне другие, привычки. Все братья, которые вместе с ним молились, постелись, он забыл, он начал уже выезжать под начало своей машины, громко включать музыку, применять те вещи, которым не дадут Аллах, и умер. По парам в аварию тоже умер. Субханалллах, когда пришли его хранить, некоторые из его друзей и грешников не пришли, постадились, постеснялись, или занимались своими харамными делами. Но пришли те братья, которые раньше были с ним, которые вместе с ним постелись, они пришли покровить его и когда все эти братья остались могилам со слезами на глазах и просили прощения у Аллаху Сауна Аллаху. Поэтому кого мы хотим увидеть у своих могилах, когда нас положат в могилу, вот такие у нас должны быть братья, не дорожите имели своим братьям, любите играть Аллаху Сауна Аллаху. И это братья не только в дежурнике. И в Кабре нам поможет, и в судный день тоже заступничество друг за друга, Аллаху Сауна Аллаху Сауна Аллаху, позволит помилиться Аллаху Сауна Аллаху Сауна Аллаху. Уважаемые братья, Прибегайте к Аллаху к защите от наказания в могиле, от наказания огня в суды. Прибегайте к Аллаху, просите Аллаху, помните, чтобы не впасть смуты, которые есть в Кабре. Смуты, которые мы видим, смуты, которые скрыты и мы не понимаем. Просите Аллаху Сауна Аллаху, чтобы Аллах оберет нас, наши семьи, наших детей. Прибегайте к Аллаху от самой большой фитнес, фитнес даджаля. Одни из признаков, почему человек будет наказываться в своей могиле, если он попросит в Аллаху Сауна Аллаху прощения, из-за чего будет наказываться в могиле? Первое – намима. Намима, когда человек переданес слухи, услышал от одного, а другому передает от этого к нему, чтобы двух братьев между собой посолить. Поэтому обман даже разрешен, чтобы примирить братьев. Этот обман халяль, разрешенный, например, два брата между собой рождует, и ты идешь к этому, а кто Аллаху про себя хорошо говорит? Хотя бы у него хорошо, что-то плохо. Про тебя хорошо, тебя не убит, ради Аллаха, иди навести его. Потом приходит, как говорит, а кто Аллаху, и Аллаху, а кто Аллаху про тебя тоже хорошо говорил? Не так вот, ты применяешь братьев, этот обман дозволенный жарятик. А тот человек, который хотел, переносил слухи, чтобы двух братьев поругать между собой, это одна из причин, за что он будет наказываться в могиле. Вторая причина – Аллаху, истекла, ильдалу. Когда человек не очищается после того, как справил свою нужду. Ходит в туалет, по маленькому, по большому, не очищается, не сделает из тинжа. Ибн Аббай саллаху алина. Как Ибн Аббай саллаху алина сказал, Расул Аллаху али асалам, марта на бьюзе, саллаху али асалай века, он говорит был рядом, и правдуханна саллаху али асалям проходил между двумя могилой. Он сказал, прокатил между могилами, сказал, эти две могилы сейчас обитатели наказываются там, но они не наказываются из-за больших гривов. Один из них не подмывался, когда исправлял свою нужду. Второй, передавал слухи, чтобы растучить, поругать братья и двух родственников между собой. А что же спасет от наказания могилы? Некоторые, много вещей, которые могут спасти от наказания могилы. Одна из них, самое первое, что человек, когда будет беречь те факты, которые Аллах приказал нам, и самые первые наши намазы, читать вовремя и не оставлять их. Беречь свой язык, чтобы не навредить своим языком верующим, чтобы не задействовать их честь и не обмануть их. Хорошо, тщательно быть обратно вовремя и очищать себя от нечистот. Отдаляться от арабного имущества, как ребят и других, которые заработаны сафритным путем. Больше просить дуау Аллах, чтобы защитил нас от наказания могилы. Уважаемые братья, давайте проснемся. Давайте эти очаганы, вот эти проблемы, которые нас отвлекают, поклонение никогда не закончится. Не завтра, может, пустояло, но устану. Но, однако, построили, выстроили приоритеты, что для нас важнее. Испомним, ради чего Аллах, Суханн вообще сотворил. Не ради этой тени. Мы забываемся, я забываю, всех забываемся. Человек слава сотворил. Но, однако, из этих аятов и храдисов мы подожгли для себя наставление. Из этого ухода нашей сестры, из этой жизни нам наставление. И дай у вас, чтобы эта хутба была ей наградой в богине. Судный день очень много. Поэтому мы должны иметь, у кого сразу он готовится. У кого сразу он готовится. У эсма. У эйтадектер слушает, размышляет, думает. Готовится. Делает благие деяния. По истине, в том, что мы сейчас сказали. Здесь напоминаем, как говорит Субхану ва Тааале, для того, у кого есть сердце. У кого живое сердце, поймем, возьмем. У кого запечатано сердце, просим просить у Аллаха, Субхану ва Тааале. Дуана, чтобы Аллаха распечатал и изменил наши плохие деяния. Поменял наши плохие деяния на благие. И сделаем наш путь. Тот путь, который прямой путь. Нет другого пути. Есть один прямой путь или кривой путь. Этот путь, который ведет к довольству Аллаху. И в итоге, вечно, у нас правитель, я говорю, у нас правитель, у нас правитель, у нас правитель. У нас правитель. У нас правитель.